Приветствую вас, Наталья. Я думаю, что для начала вам нужно спросить себя, чего вы хотите, собственно говоря, от мамы вообще. То есть, ну, какого общения, какого взаимодействия с мамой вы хотите со своей. Потому что есть подавление такое, что ваша мама просто не может вам, например, дать того, что вы хотели бы. Есть подавление, что ваша мама не способна дать вам то, что вы хотите. Есть ощущение, что у неё есть свои некоторые проблемы, вот, которые она пытается решить. И, собственно, с вами общаться и в той или иной степени достаточно, ну, проблематично, скажем так. Вот, поэтому вопрос здесь, он скорее к вам, да, вопрос этот скорее к вам, чего вы хотите сами. То есть, если вы попробуете принять вашу маму такой, какая она есть и спокойно, для навязчиво, для навязчиво демонстрировать ей свои желания, вот, то это одно. Ну, если вы чувствуете претензии свои к ней, вот, то, ну, в таком случае, я думаю, что, наверное, не стоит. Потому что вряд ли вы со своей мамой благодаря такому поведению, да, ну, своему, будете ближе, ближе, вряд ли. Вот, такая вот история, что касается того, что ваша мама про вас забыла, я понимаю, что вам неприятно это, безусловно, но, я полагаю, ну, априори, я полагаю, что вы взрослый человек, и априори я полагаю, что вы, ну, старше 18 лет, вот, и, соответственно, если это так, если вы старше 18 лет, то вам крайне желательно подумать о себе в более таком самостоятельном контексте, ну, вот, в более таком недависимом контексте, а то получается, что вы пытаетесь своей маме что-то доказать, получается, что вы пытаетесь свою маму в чем-то убедить, вот, получается, что ваша мама вам что-то должна, она, она, конечно, должна заботиться о вас, это безусловно, но если так сложилось, что она по той или иной причине этого не делает, то требовать от нее этого, ждать от нее того, что она будет это делать, ну, в высшей степени наивно, вот. Поэтому, тут я бы, вот, обратил внимание на вас, я бы обратил внимание на себя, я бы обратил внимание на то, что вам нужно, хочется, хочется, вот, и, соответственно, уже, уже, дальше, я думаю, можно было бы более-менее понять, что делать, более-менее понять, куда стремиться, в какую сторону стремиться, по крайней мере. Вот, потому что вполне вероятно, что ваша мама ведет себя так не случайно, она ведет себя так, потому что не имеет некоторые проблемы, вот, психологического плана, и, как бы, она от чего-то бежит, вот. Ну, я полагаю, что не нужно быть гением, чтобы как-то вот, ну, как-то предположить, что вы бежите тоже, что мама вас, вот, ну, мама научила вас убегать, мама научила вас убегать, вот, научила тому, что убегать, да, это можно и нужно от себя, но не брать ответственность за себя и за свои действия, свои действия, вот. Поэтому, я думаю, такой ответ вам можно дать на запрос, то есть, вот, что и как меняется для вас из-за поведения вашей мамы, вот. Вот, именно для вас, что меняется, вот, именно для вас, что меняется, именно для вас, что происходит, вот. Значит, вы думаете о себе, начинаете думать о себе хуже, вы чувствуете себя, там, ну, к примеру, ненужной, вот. Или есть, может быть, еще какие-то моменты, которые, ну, влияют на ситуацию, вот. То есть, мне кажется, что, ну, как минимум, как минимум, на это все нужно обратить внимание, да, и не требовать немного поддержки от мамы своей, чтобы она взяла и решила эту проблему за вас, да, а самостоятельно, самостоятельно эту проблему решат, вот. И, возможно, возможно, что тогда мама, увидев, что вы, в принципе, легко обходитесь или умеете обходиться без нее, вот, она начнет как-то себя проявлять, вот. Ну, и, конечно, можно подумать над тем, почему мама ведет себя именно так, вот, может быть, ее, там, что-то напрягает, может быть, ей, там, что-то не нравится, вот, может быть, ее что-то беспокоит. И, соответственно, постараться как-то вот создать какие-то условия, да, для того, чтобы, ну, чтобы ей было более, скажем так, комфортно, вот. Чтобы у нее была, чтобы у нее была мотивация, чтобы у нее был стимул к вам, например, возрастать, вот. Потому что, ну, вот, пока что, да, этого стимула у нее нет, вот. То есть тут вот необходимо разгрузить в эмоциональном плане эту ситуацию, чтобы вы не, чтобы вы не принимали на свой счет вот это все, чтобы вы именно на свой счет не воспринимали то, что происходит. Потому что именно это болезнь не всего. То есть ваша мама, она, она, грубо говоря, решает какие-то проблемы свои, вот, ну, пытается, например, решать какие-то свои проблемы, вот. А вы выполняете на свой счет как личное оскорбление, вот. Ну, мне просто не кажется, что это та позиция, которая может быть для вас полезной. Вот, мне просто не кажется, что это та позиция, которая принесет вам пользу, да, и сделает вас, условно говоря, более счастливыми. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, в принципе, что помог вам. Хотя бы немножко. Вот. Просто хочу сделать акцент на том, что вы свой вопрос не... Ну, то есть вы, вот, забрали вопрос, но не сказали, сколько вам лет, да? Вот. В вопросе вашем нет. Забросы. То есть, вот, по факту, нет запросов. В том смысле, что непонятно, с чего вы хотите. То есть, вы готовы, как это работает, вы готовы, значит, прислушиваться к нам по поводу того, общаться ли вам с мамой или нет. Но ведь люди, ну, вот, люди разные, вот. И рекомендации вам могут быть тоже разные. И мне, если честно, не кажется, что это, опять же, полезно для вас задавать такой вопрос. Вот. Я не знаю, общаться ли мне с мамой. Вот. Ну, так, и мы тоже, мы тоже не знаем. Знаете, это ваша жизнь, это вам решать. У любого решения, которое вы примете, да, будет, будет последствия. Вот. Далеко не самые приятные, не всегда. Так вот, чтобы, знаете, совсем без последствий, вот, ну, так невозможно. Вот. То есть, совсем без последствий нельзя. Вот. Ну, вопрос в том, вот, каких, каких последствий вы хотите, каких последствий вы не хотите. Вот. На этом всё. Со своими желаниями, опять же, вам может помочь разобраться психолог, вот, если у вас есть такая, ну, такая необходимость. Вот. Вот. Я надеюсь, что эта сетка была для вас полезна. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...